Разводы. Прежде чем развестись, я бы рекомендовал очень сильно подумать, ты будешь проходить опять этот же этап с другим человеком. После разводов очень часто люди и не хотят даже проходить первый. Они травмированы. Так получилось, что для того, чтобы жить в мире и согласии, нужно как минимум 7 лет войны. Это так у всех. Это чистая психология. Первые три года после брака женщина проверяет, любит ее мужчина или нет. А мужчина доказывает свою любовь по отношению к ней. Не замечали же, когда девочка с простой семьи, не олигархи, ничего простая, и выходит замуж и все, она начинает планку сразу материальную завышать. Мне там последний айфон, коляску только там чика. И мужчина, он в принципе готов, и он начинает ей доказывать, что он может это. И он начинает ей деньги, и она всегда недовольна. И он ей вот отжимается, отжимается перед ней, и она будет его так проверять в течение трех лет. Мужчина, следующие четыре года, тогда, когда женщина уже поняла, да, это мой мужчина, она его выбирает, он начинает сомневаться. Ты забиваешь ему в голову сомнения. А нужно мне так рвать жопу, ради чего? И потом ты уже доказываешь свою любовь по отношению к нему. И он начинает досолила-пересолила, сладко-то не сладко, а что здесь пыль, а что там. И он тебе начинает иметь твои мозги в течение четырех лет. По прохождению семи лет, ты вместе с ним начинаешь нормальную, обычную жизнь. Это тогда, когда вы начинаете понимать друг друга с полуслова. И поэтому, если вы развелись в течение трех лет, это не выдержал он, это слишком поимело его мозг. Если вы развелись после трех лет, это не выдержала ты, потому что ты его уже поимела, а сама, когда тебя имеют, ты не хочешь. Этапы после разводов, ты эти семь лет опять ада пройдешь с другим человеком. Какой бы ты умный, прошаренный не был, некоторые думают, я же там психологию все изучил, как будто все стирают ластиком и начинается все заново. Вот честно, сколько я наблюдал, девчонок, которые прошли кучу тренингов, выходят замуж, такие, почему у меня так? Начинаешь объяснять, я говорю, ты же это знаешь. Она говорит, да, я знаю, но ничего не могу с собой поделать, понимаете? С мужчиной то же самое. Поэтому эти этапы все равно, семилетний цикл ты пройдешь, и там должен начаться другой цикл уже, там, когда дети взрослые. Там будет буфер-то где-то лет в 10, потом начнется кризис среднего возраста. То есть мужчины после разводов что они делают? Они просто начинают женщин перебирать пачками. С одной погулял там полгода, потом с другой полгода. Или кто-то гуляет год, пока она не влюбится. Когда женщина влюбляется, она начинает иметь твой мозг. И в этот момент у мужчины такой флажок. Опасно. А за флажки мы не бежим, как те волки. Помните у Высоцкого? И вот для того, чтобы жениться, ему нужно забежать за флажки. И вот я вам скажу, из всей стаи за флажки бежит всего один волк. И в основном все уходят. И только сильные, мужественные мужики, которые прям... Вот у них намерение создать семью. Он бежит за этот красный флажок, который ты ему выкидываешь в виде своего мозголюбия. И поэтому есть даже мужчины, которые выводят тебя из отношений с ним. То есть через психологов, коучи. Они будут тебе психолога нанимать. Лишь бы экологично тебя вывести из отношений с ним. Потому что он сам боится в отношения заходить. А некоторые просто тупо бросают, тупо тупее. Они просто вот с тобой год встречаются. Ты начинаешь лебить его мозг, он просто тебя бросает или пропадает. И часто женщины не понимают. Они говорят, господи, у нас же все было хорошо. Почему он меня бросил? Они же его проклинают, чего очень плохо отражается на жизни оппонента. На самом деле никакой магии не надо. Достаточно одного женского разочарования для того, чтобы мужчине потом не везло 7 лет. И поэтому, если честно, желательно потом привести ее ко мне, психологу другому. Для того, чтобы он помог выйти из отношений. Это, наверное, самый умный поступок, который я слышал в отношениях между мужчиной и женщиной. Это очень грамотно на самом деле. А так они просто мужчины дегустаторами становятся. Пробуют разных женщин, ни с кем серьезных отношений. И женить такого молодого человека крайне сложно. Там нужно прям ряд манипуляций провести. И не выкидывать вот эти красные флажки, которые ты хотела бы выставить. Он должен думать, что этих красных флажков не будет. И ты не будешь иметь его мозг. И тогда он женится, и потом ты можешь, конечно, опять все достать, и он тогда убежит. Женские этапы после развода. Она сначала верит в большую любовь. Почему? Потому что первый раз же получилось. По любви замуж выйти, пока молодая была. Она думает, и второй раз тоже будет любовь. И она по старой схеме, которая сложена у нее в голове, и она по этой же схеме хочет выйти теперь замуж в 30 или 40 лет. Но эта схема уже не работает. Она думает, что сначала мы походим, подружим, поухаживаем 2 месяца или 3 месяца. А потом у нас только случится это. К сожалению или к счастью, я не знаю, но если мы в отношениях представим эту пирамиду Маслова, кто помнит, в 19 лет сначала отношения стоят, потом доверие и потом только секс. После 30 лет внизу стоит секс, потом отношения и потом только доверие сакральное. Многие женщины этого не понимают, и они хотят по-старому. И поэтому у них дни рождения чаще, чем секс. То есть секс, он с годами обесценивается, и ему приносят слишком много вот такого сакрального чего-то. Вы не найдете мужчину, которому за 30, который будет за тобой ухаживать, там, я не знаю, там, несколько лет, и потом только на тебе женится. Ну, нету таких. Патентный мужчина, он не будет терпеть такого издевательства над своей психией и над собой. И они сначала пытаются влюбиться. Влюбиться, а потом какие-то в отношения войти. И вот она влюбилась. Знаешь, если он терпел 2 месяца без секса с тобой, 100% он клеил одновременно троих или пятерых. И просто он выжидал, когда ты созреешь сама. А ты думаешь, что у нас любовь, и потом у вас секс случился, а потом ты такая, давай жениться, он говорит, ты отдыхающий, ты у меня одна из пятерых. И у нее разочарование. И так случается в течение 2-3 лет, допустим, с двумя-тремя мужчинами. После у нее включается месть. Она начинает просто трахать все, что движется. Вот километры просто членов уже начинает разбираться. И в какой-то момент происходит пресыщение сексом. У многих женщин этот секс, это грязно. У мужчин как-то мы к этому проще относимся, но это уже другое. Теперь она, когда пресытилась сексом и поняла, что любви нету, фаза разочарования. Фаза разочарования в сексе, секс не приносит счастья. И фаза разочарования в любви нет. Что она делает? Она начинает всякие практики включать. Духовные, очищение, йога, ретриты, вумбилдинг, кембилдинг. Потом погуглите, кто не знает. Она начинает все это для своего царевича, которого нету. Почему? Потому что она не подпускает теперь никого. Потому что она стала чистой, энергетически, ментально, духовно. И она стала альфа-маткой, которая дает только патентному самцу. И что происходит? Она закрывается и опять никому не дает. Но зато она духовная и бегает. Когда она второй раз распакуется, одному Богу известно, кому она доверится после всего того, что она прошла. Вот все.